Друзья мои, добрый день! 5 апреля, Ленинградская область. Три дня у нас было непогоды, выпал снег, температура днём минус 1-2, ночами до минус 5-6 градусов. Но я уже показывала, что у меня часть томата в теплице. Пережили они всё прекрасно, так как мы живём в такой вот зоне. То есть накануне было плюс 18, на следующий день минус 5. И привыкли. Находим способы, как спасаться. С понедельника обещают уже тёплую погоду, до 12 градусов днём, плюсовые ночи. Ну и в ближайшие 10 дней такая погода. Поэтому уже в понедельник, 8 апреля, я начну высаживать в грядке свои томаты, которые сейчас находятся в теплице. Делаю я это приблизительно в 10-х числах апреля каждый год. Всё нормально. Есть возможность подстраховаться, если что, потому что живу рядом. Ну а теперь у нас что? Рассада на веранде. Посмотрим. И также есть вопросы кое-какие, тоже отвечу. Томаты благодаря прохладе и хорошему освещению, тоже я рассказывала. Толстенькие, прекрасно выглядят. Выкинули уже первые кисти. И начинают зацветать. Ну, соответственно, я планирую до 25 апреля будут высажены в грунт. И посмотрим мы, когда будет у нас здесь первый уже созревший помидор. Высажены они были на рассаду с 6 по 10 февраля. Всё, в принципе, как бы хорошо, нормально всё. Но часть томатов не удалось спасти. Они погибли благополучно. Это, опять же, тема фитолампы и оэдема. И что я сделала? То есть я взяла и обрезала часть томатов, которые чувствую, что не доживут. Обрезала верхушки и низ, корешки. Значит, тут вот пошли пасынки. Тоже я на них посмотрю. Здесь тоже дают корни. Сейчас в ближайшее время посажу в грунт. И что я хочу сказать? Есть у меня такое предложение. Создать список. Кстати, конкретно Карнабель погиб. Он не дал ни корней, не дал никаких пасынков. И решение какое этой проблемы? Надо создать нам список. Уже капризных томатов, которые капризничают вот так вот в рассаде. И, соответственно, сейте гораздо позже. То есть вот без Карнабеля я вот как-то не могу обойтись. То есть он мне нужен в заготовках, урожайный. Но вот такая с ним беда. То есть мне нравится ему закрытый объем. Мне нравятся фитолампы. И можно его, опять же, посадить где-то в 15-х числах марта. Соответственно, не ставить под лампы, потому что солнце есть. И высадить в грунт. То есть там будем к сентябрю получать урожай. Но для заготовок это самое то. Предлагаю всем, у кого есть такие вот в этом году, которые себя плохо ведут при освещении, в фитоосвещении, в домашних условиях. Сделать общий список. Ну и потом наши наработки, наши наработки уже на следующий год, может быть, кому-то пригодятся. Ну что, это уже конкретно идет Карнабель. Это идет Сара. Я ее не сажала в этом году. Но вот уже был ролик у Валеры с отогород своими руками. У него раньше он высаживал все в теплицу, выносил рано рассаду свою. А сейчас ему приходится выращивать в домашних условиях. И Сара и Карнабель показали именно такие же симптомы под лампой. Но он еще пока не разобрался, что это такое. Но мы уже знаем. Поэтому, друзья мои, пишите, что мы будем вносить в список. У меня вот это вот хануко 2, 2 штуки. Вот так вот. Ну, стало просто отваливаться все и погибать. И я ее вот так вот сделала. Ну, в общем, потом посмотрим. В принципе, рассады много. Ну и без хануки можно обойтись. Вот. Ну, это по поводу томатов. Дальше перцы, перцы, вопросы. Острые перцы начинают дальше эти пасынки, которые пошли растить, тянуться. Вот. И что делать дальше? Ну, друзья мои, я просто обрезаю тоже их так же. Вот этот можно видеть. Вот он, пасынок. Сейчас, наверное, как бы видно было хорошо. Вот он, пасынок был. Вот я его еще раз обрезала. И уже пошли тут две штучки. Вот так же. Вот пасынок обрезанный. Вот. Это колокольчик. Колокольчик. Кстати, так его любит тля. Я вам говорила, что я занесла тлю. Сейчас вот буду обрабатывать фитовирму. Сняла. И вот такой вот результат тут. Ну, вот тоже я кончик убрала. Из этих пасынок, из этих пазух пойдут опять же этот. И у нас вот получится вот такой вот кустик. Вот можете посмотреть. Это у нас... Сейчас вот так вот видно хорошо. Видите, какой пушистый и красивый. Вот он. Это у нас жгучий блондин. Он тоже вот такой вот. Тут пасынки убираю. Тоже прищипываю. И вот он такой вот пушистенький и красивый. То есть, для того, чтобы погубить растения, это, знаете, нужно приложить максимум усилий, что и многие делают, начинающие огородники. Поэтому ничего страшного. Режем. Вон он. Сколько здесь бутончиков уже. Вот. Он спокойно будет завязывать вот этот кустик. Точно ему литра хватит. Колокольчик будет сбрасывать. Но в результате, когда мы высадим вот такой вот компактный кустик, он будет разрастаться. И так как уже пришло время цвести и закладывать плоды, результат будет очень хороший. Это по поводу, что делать дальше с ними. Прищипываем. Ничего страшного. Абсолютно. Вот из этих пазух опять пойдут они. Ну и так будет до высадки. Спокойно они сидят в литровом горшочке. И все им достаточно. Листва зеленые, как можете видеть. Все хорошо. Так. Следующее. На что? Зацветают. Зацветают перцы. Что делать? А ничего не делать, друзья мои. Вот тоже у меня, значит, от 10-го. Сладкий шоколад. Вот видите, немного тут тоже с освещением. Зацвели. Ну, цветет себе и цветет. Ну, вот можно центральный вот этот коронный цветок убрать, а остальное все оставить. Подкармливать их и пусть они растут. То есть перец такой, он сам знает, что ему оставить, что ему сбросить. Вот сейчас можно его подкормить, значит, 18-18. Нет, лучше. Зацветают лучше. Все-таки что-то с калием. Это гуматкалия или 3,11,38 удобрения акварин. Или сульфатом калия, монокалия фосфатом можно подкормить, чтобы, ну, уже, так сказать, от листа отходило все-таки в цветочек и в плоды. Но я хочу сказать, что ничего страшного. Если он будет сбрасывать цветы, то в результате все равно растение уже подошло к тому, чтобы плодоносить. И когда высадим в грунт, они активно пойдут уже перчики. И мы снимем два урожая. Если мы посадили бы на месяц позже, то у нас в Ленинградской области только можно собрать одну волну урожая. Так что зацветают, пусть цветут. Ну, вот коронный я убрала. В принципе, и то потому, что, значит, если его оставлять в будущем, он может вот эти ветки сломать. А так можно и с коронным оставлять. Так, это по поводу этого. Дальше мы обрезали сладкие перцы. Сладкие перцы. Тоже верхушку обкарнали. И пишут, что не растет. Не растет эти пасынки. Ну, вот у меня все-таки... Да, сегодня там белый снег. Вот, растут пасынки. Вот сейчас уже можно тут вот эти старые листья убрать. Это забор желтый. Ну, в этом случае у меня не на всех. Этот стоял в тепле. И он вот так вот дал пасыночки. Все нормально, все хорошо. То, что стояло здесь, обрезанное на веранде, здесь ночами 10-12 градусов, и солнца у нас не сильно много сейчас, то, в общем, пасынки нарастали плохо. Сейчас я его занесла в дом. Там освободилось место под лампами. И подкормила. Подкормить надо удобрением с формулой 18-18-18, где-то полтора грамма на литр. И добавить один грамм аммиачной селитры. Вот это, значит, для того, чтобы нарастало. Вот, друзья мои, значит, что еще у нас, у меня тут интересного. Это баклажаны. 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 Вот такие вот баклажаны вынесла. Вот шикарные. Вот такие вот лопухи. В литровых стоят. Высаживала я их 20-го, 0-3-го. На сегодняшний день вот такая вот красота. Вот такие вот баклажаны. Ну, шикарные. Они долго стояли под лампой. Я их только вынесла. Там места нет. И посеянные до 20-го. Лайере. Это мне прислала одна из подписчиц. Вот такие вот хорошенькие. Значит, сразу покажу. Вот такая вот может быть беда. Вот так вот. Вот так вот. Это ничего страшного. Предпринимать ничего не надо, друзья мои. Это сгорели. То есть не полили. Обмяк листик. И попало на него солнечный свет. И сразу вот такие вот ожоги. Ну, это старые нижние листья. Ничего абсолютно страшного. Поэтому не пугаемся. Ничего не предпринимаем. Тут ни болезни, ни вредители. Это просто вот подгорели. Какие-то вот, видите, здесь нормально всё. А где-то вот такая вот получается у нас ерунда. Ерунда. Не смертельно. И следующее. Это, значит, я уже посеяла для раннего урожая кабачок. Кабачок Даша посеян 25-го. Был марта. Дальше я его сажаю в ящик. Из-под овощей в небольшой он растёт в теплице. А потом этот ящик я прямо высаживаю в грядку. И у нас где-то в начале июня уже... Ой, сломала. Сломала. На этом, на вершке. Ну, ладно, ничего страшного. Рассады полно. Вот. Также огурчики уже посеяны для раннего урожая в бочку. В общем, ну и... Кстати, по баклажанам, не знаю, пишите. Есть у меня две шараповых. Обрежем, не обрежем верхушку. Посмотреть, что из этого получится. Это высокорослый баклажан. Пишите. Что-то мне... В принципе, они у меня не тянутся. Вот такие вот аншараповые. Но 6 листьев есть уже. Попробовать, что ли? Не знаю. Пока в раздумьях. Ну и что у нас тут ещё интересного? Это... Сегодня уже снимаем огурец первый. Ну, так баловалась. Стоит себе здесь и огурчики вот так растут. И наш хай-тековский верхушка от обрезанного томата. Вот она. Я показывала всё время. Кисточки выбрасывает. А вот они уже две кисти покраснели. По размеру, я смотрю, практически то же самое. Они находятся в двухлитровом горшке. Прищипнула верхушку. Но идут пасынки. И если удастся мне его нормально вынести и всё-таки посадить в грунт, я это сделаю. Это, друзья мои, получается от 8 ноября. Посев. Это верхушечка. В общем, нарезала я их кучу совершенно. Ну, огромное количество этих пасынков. Вот они цветут, растут все. И уже три штуки скрутила кольцами, посадила в пятилитровое ведро. В общем, короче, ну вот уже видно, что спокойно даже здесь вот урожай дают. Листья зелёные. Вон ещё ветки. Раз, два, три. Ещё две завязались. И там цветут. Ну вот. Вот такая вот рассада. Общая рассада перцев. Всё растёт. Всё зелёное. Тоже спрашивали немножко у, значит, вот так вот верхние листья, у леси, ну, как такие сморщенные немножко. Это, видимо, видимо, это особенность сорта. Потому что в результате я посмотрела на свои леси. Всё потом расправляется. Друзья мои, если есть вопросы, пишите списки. Будем вносить в, вот так вот у нас на улице, в капризные, капризные томаты, которые в рассадном периоде. Ну, я считаю, что есть прекрасные томаты, которые выдерживают лампой. Всё хорошо у них. Вот так вот. Нормальные листья. Вот, не знаю, тут получится, нет ли это сакура. Что-то тут такая прям эта кисточка вышла. Ну, не страшно. Заглубим и следующую кисть оставим. Вот такие тоже, видите, нормально абсолютно всё. Вот. Ну, большую часть у меня уже вынесена. В общем, засветают. Ну, вот как раз и получается. До 20-го я их высажу. И, значит, с первой цветущей кистью. Всё хорошо, всё нормально. Ну, а там немножко, может, придётся побегать. А может быть, бог даст и хорошая будет погода. Друзья мои, всем хорошие, крепкие, красоты. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»